приветствую любителей садового декора как сделать стол из кабельной катушки никому не секрет если у вас есть крок выньте из него торчащие гвозди уберите лишние детали отшлифуйте придумайте подстолье свое подстолье мы сделали как у табурета чтобы было открыто и видно что никто не заполз под него и чтобы удобно было нам сидеть мы взяли остатки бруса 10 на 10 и сделали 8 отрезков 4 ножки высотой 69 сантиметров и 4 перекладиной длиной 59 сантиметров высоту стола подбирали с учетом столешницы под стулья на которых планировали сидеть за ними скрепили все на строительные уголки и саморезы получилось надежно и основательно а летом захотелось его расписать я сделаю это самым бюджетным способом и сейчас о нем расскажу взяла фасадную акриловую краску оставшуюся от покраски садовых решеток и выбелила поверхность но красила не обычным способом а немного разбавила водой чтобы краска пожиже была и легко наносилась потом кисточкой красила небольшую часть поверхности и почти сразу стирала сухой тряпкой то есть через пару минут уже стирала сразу кажется что стираешь всю краску на самом деле нет при таком способе покраски во первых выкрасть очень быстро а во вторых получается такой эффект стол побелеет структура дерева останется видно через сколько стирать зависит от температуры окружающей среды я красила летом было жарко и краска сохла мгновенно цветочный узор я выбрала такой чтоб можно было нарисовать легко и быстро и конечно чтоб сочетался с окружением я остановилась на дороге куме и неделя это выбранные цветы как их нарисовать я сняла мастер-класс ссылка в описании причем рисовала цветы еще быстрее проще чем мастер-классе показала но получилось красиво и эффектно нужны обычные художественные кисти синтетика и акриловая краска и кстати и сделала тоже самым бюджетным образом дела все тоже самую белую строительную акриловую краску разлила в пять маленьких баночек и четыре из них колеровала поляр пастами синий красной желтой и черной и маленькие бутылочки продаются строительных магазинах совсем недорого стоят этими пятью цветами и рисовала как смешивать оттенки получать другие цвета тоже учу в том же мастер-классе все это абсолютно не сложно и очень интересно кстати этот мастер-класс я снимала специально для этого ролика о столе но получилась открытка после того как краска высохнет нужно покрыть правильным лаком правильный лак по акриловой краске акриловый если возьмете не акриловый то может поверхность пожелтеть и начать осыпаться я покрыла бесцветным глянцевым лаком можно матовым это сделать но желательно покрыть лаком тщательно пройти им по щелям по дыркам и сколам так как стол стоит на улице в любую погоду жару палящее солнце и без лака переносит спокойно эта краска не выгорает все держится а вот в дождь и в снег чтоб не раскисал стол от воды не портилось покрытие лак просто необходим все материалы брала самые доступные наших российских производителей на стол не ушло и 500 рублей но после преображения у меня осталось и краска и лак я уже целую картину галерею саду картин написала и декора всякого понаделала на бумаге рисую на ткани все держится не выгорает не стирается вот такое полезное преображение получилось подписывайтесь на канал жмите колокольчик всем спасибо успехов и пока пока